Привет! Сегодня я хочу показать, как написать стекло в акварели. И для этого я выбрала тему с согревающим напитком. Для начала нам нужно перенести рисунок, сделать композицию. Поэтому берем карандаш-эластик и приступаем. Листья я положила вертикально, так как у меня будет бокал, и он имеет вытянутую форму вверх. Он у нас главный, поэтому будет занимать примерно центральную часть картины. Я советую найти условно на глаз центр и провести ось вертикальную ровную, чтобы делать бокал симметричным. Ось предмета очень помогает делать правильные половинки, и когда она присутствует, видно, искривляется какой-то бок или нет. Дальше разбиваем на простые формы. Ту часть, которая наполняется напитком, и та часть, которая будет ножкой. Делаем отбивку. И отступая, во-первых, небольшое расстояние снизу, чтобы у меня бокал не упирался в край листа. Также отступая расстояние сверху, для того, чтобы он тоже не упирался в край. Вот у меня задана высота. Теперь та часть, которая наполняется, она крупнее, ножка меньше. Поэтому вверху я ставлю больше пространства, а внизу поменьше. Сейчас придумываем форму. Я хочу делать классический такой бокал для глинтвина. Он немножечко изгибается и утолщается по форме. Смотрите, я скругляю, делаю небольшой прогиб. И если мне форма нравится, то я стараюсь симметрично сделать то же самое с другой стороны. Нахожу точку изгиба, где она у меня. Откладываю такое же расстояние с другой стороны. Проверяю. Нахожу еще вторую точку, где у меня заворот. Замеряю, откладываю с другой стороны. А потом потихонечку их объединяю друг с другом, проверяя, что они скругляются равномерно. Здесь можно пунктирчиком их соединить, проверить, что они на одном уровне, не скачут. И дальше, так как это цилиндрический объект, нужно написать горлышко в виде эллипса. Начиная без крайних точек ввести эллипс. Вот эта линия будет помогать вам так, чтобы верхняя половинка была чуть-чуть больше, а нижняя чуть-чуть меньше. Буквально на несколько миллиметров. Четыре точки соединения. Через эти точки потихонечку начинаем соединять окружность. Верхнюю половинку. Смотрим, что углов здесь не образовывалось. Аккуратненько скругляем и делаем нижнюю половину. Проверьте, что овал у вас ровный. На семечку не похож. Все у него закругляется. Теперь смотрите, внутреннюю часть я сразу убираю, вспомогательные оси. И показываю, что стекло имеет толщину. Внутри одного эллипса я рисую второй. Старайтесь сделать, чтобы он был тоже ровный и параллельный. Теперь дальше. Бокал будет не пустым, поэтому нужно наполнить его жидкостью. Рисуем еще один эллипс. Отступаем на небольшое расстояние вниз. Сдаем также верхнюю точку и нижнюю точку. Через эти точки найдите центр, проведите ось. Посмотрите, где соприкасается с бокалом. Четыре точки вы наметили. Начинайте их скруглять, соединяя друг с другом. Теперь опускаемся, рисуем ножку. Ножка будет интересной формы, слегка у нас изгибаться. Одинаковое расстояние от оси в обе стороны отступаем. Находим ее высоту. Давайте примерно вот такая часть. У нас получается вот этот отрезок делится пополам. И вот верхняя часть будет занимать ножка. Если вам нравится один бок, симметрично делаете второй. Добавляете продолжение ножки вот эту округлую часть, на которой стоит. Крайняя точка у нас задана. Сдаем вторую крайнюю точку. И ширина примерно. Если вы проведете вот самые выпуклые части вашего бокала. Ровно вертикальную ось вниз. Проверяете, что параллельный край листа. То я бы вот эту ножку делать чуть-чуть меньше. Отложили отрезок. Такой же с другой стороны откладываем. И через четыре точки проводим окружность. Так как здесь стекло очень толстое, плотно. Это не полое пространство. Поэтому я внутрь вести не буду. И как бы визуально прохожусь. А потом свожу уже в стороне. И тоже у нас это имеет часть толщинку. Здесь такой вид сверху и дальнюю часть мы не видим. Даже здесь толщинка была на срезе. А здесь толщинка будет так сбоку. Мы видим ее только с этой стороны. Я отступаю от центра. Немножечко наверх. И потихонечку от серединки начинает сужаться в один бок и в другой. У меня получается толщинка. У таких бокалов есть маленькая ручка здесь на ножке. Давайте добавим. Она крепится примерно вот здесь. Относительно вертикальная сет ступили чуть-чуть. Внизу прикрепили и наверху прикрепили. И проводим тушку. Сначала наружную часть. А потом, скругляя вот эти участки, добавляем аккуратненько внутреннюю. Вот здесь стираем все, что попало внутрь ручки. Чтобы показать ребро, по идее вот здесь вот есть ребрышко. Вот так вот его наметить надо. Вертикальная ось после этого нам уже не нужна. Мы ее аккуратненько убираем и переходим к деталям вокруг. Я хочу с правой стороны написать яблоко. Оно будет у меня где-то вот в этой части находиться. Яблоко, помню, условно это окружность, шар, но с небольшой ямкой. И ямка будет смотреть туда в сторону. Я сразу задам диагональ, как у меня будет лежать яблочко. Значит, где-то здесь у меня будет ямка. И потихонечку вокруг этой диагонали вырисовываю половинки яблока в одну сторону и в другую. Внутри бокала не делаю, потому что у нас там будет плотная жидкость. Она перекрывает, не просвечивает, как бы у нас. Только наружная зона. Ось сразу уберу, она больше не нужна. Она как-то наклон задала. В ямочке можно наметить череночек, веточку. И где-то вот здесь я обозначаю, у меня будет падать лучик света. Все остальное уходит в теневую часть. Рядом с яблочками я положу засушенный кусочек апельсина. Это овал, мы уже рисовали. То же самое повторяем в стороне, но только я хочу, чтобы апельсинчик лежал немножко на ножке. Так как он засушенный, идеально ровный его рисовать не надо. Он при высыхании немножко корюжится. Вот форма. Теперь кожура. Сначала я показываю оранжевую часть. История, как толщинка у ножки. Потом показываю белую зону внутри. То же самое и сужается. Внутри нахожу тоже белый участок. Кому идут ломтики и намечаю ломтики. Давайте нарисуем еще пару таких долек. С другой стороны. Теперь вот повыше вот в этой части. Задаем сначала форму. Намечаем толщинку. То, что внутрь попало, стираем сразу, чтобы не мешало. Толщинка намечена. Делаем теперь беленькую часть углубления. И сводим к центру наши ломтики. Под этот ломтик я положу еще один. Усложню историю. Мне кажется, так будет по композиции интереснее. Внутри напитка хочу положить палочку корицы. Вспоминаю, как она смотрится. Это в длину такая вот палочка. Она слегка тоже бывает кривой. Поэтому выравнивать ее не нужно. Вверху она сюда вот так скручивается. Рогалика мы показываем вот эту вот форму. Закрутили. Здесь просто округлили. Все, что попало внутрь, стираем. И показываем толщинку. Вот эту часть внутри. Толщиночку добавляем. Объектов у нас достаточно. Теперь давайте определим, откуда падает свет на картине. Я предполагаю, что свет будет падать вот так вот на картину. Поэтому вот здесь у меня будет белый блик первый. Слегка его обозначаю. То есть на форме у меня блик. И блик он обычно белый, поэтому все, что внутрь него попадает, я убираю. Двигаюсь дальше, у меня будет блик вот здесь вот на толщинке. И двигаясь дальше, у меня блик попадает вот сюда на бокал. Линии делать эти светленькие, так как краска темной там не будет. Дальше блик у меня попадает большой вот здесь на ручку. Там будет много маленьких. И вот здесь вот на ножку. Тени от предмета все уходят в сторону. От каждого предмета туда, против света. Блик на яблоки. Но, смотрите, у нас все намечено. Мы определились, откуда падает свет на объект. Это очень важно всегда делать на ранних этапах. Во время построения, чтобы не запутаться, в какую сторону должны быть тени все. И теперь лишние линии убираем и приступаем к цвету. Сделав разметку полностью карандашом, мы с вами теперь переступаем к цветовой части. Для этого вам понадобится как минимум три кисточки. Одна крупная для заливок, тоненькая для деталек мелких и средняя для проработки всего основного. И красочки. По цветам мы начнем с вами сейчас работать с фоном. Поэтому нужно выбрать оттенки, которые будут на дальнем плане. Я выбираю основным цветом охра. Можно брать охру. И если хочется поярче, потемнее, можно добавлять сиену. Дополнительно я бы ввела, чтобы оттенки слегка изменялись. От тепленьких золотистых в зеленую гамму. Но не в чисто зеленый цвет. Он будет сильно выбиваться из истории. Я бы намешала оливковый оттенок, смешав теплый и зеленый. Любой тепленький, может темный, может посветлее, такой желтизной зеленый. Смешала бы его с охрой на палитре, чтобы получился такой оливковый приятный цвет. Итого у вас будет основной цвет охра. Второй охра плюс зеленая. И где-то для яркости, если охра светловато, можно чуть-чуть дополнять сиеной. Это основной цвет фона. Но еще от предметов должна падать тень, поэтому нам нужно наметить небольшие падающие тени. Для этого я бы использовала коричневый цвет. Какой-нибудь такой понейтральный, к примеру, умбро натуральный или сепия. Ну что, давайте приступим. Кисточку для фона я беру большую, чтобы его полностью намочить. Сейчас посмотрите такой нюанс. Я весь фон сегодня закрашивать не хочу. У меня идея в голове такая, что это приближено к скетчу, но без контурного. Так без всего просто. Такой, знаете, легкий недодел должен присутствовать хотя бы немножечко в атмосфере. Поэтому у меня где-то края будут оставаться белыми у бумаги. Если вы хотите, чтобы такого не было, то вам нужно фон намочить полностью. А если готова попробовать, как я, то смотрите. Я хорошенечко прополаскиваю кисточку в воде. И аккуратно смачиваю предметы вокруг, стараясь на них не заходить. А фон до конца не трогаю, оставляя его сухим. Итак, намочила. Беру основной базовый цвет охра, начиная с него. Чуть-чуть дополняю сиеной, потемнее делаю оттенок. Аккуратненько обхожу объекты. И оливковый цвет, зеленый плюс охра. Аккуратненько обходим. Итак, светлые оттенки я добавила. Теперь можно взять кисть помельче и вести тени. Напоминает цвет сепия или мумбра натуральная. Коричневатый оттенок. Под предметами добавляем источник теней, чтобы показать, как идет свет в картине. Свет, я предполагаю, достаточно яркий. Поэтому тени будут сдержаны таким легким намеком всего лишь под предметами. Теперь, пока фон у нас высыхает, мы можем переместиться внутрь нашего бокала и показать, что стекло наверху прозрачное. Чтобы это передать, нужно посмотреть на те цвета, которые вокруг, так как они проходят насквозь внутрь. Если у меня здесь есть охра, я продлеваю охру. У меня есть сиена, я продлеваю сиену. Немножко выглядывает оливковый цвет, я дополняю оливковый. Для этого можно чуть-чуть намочить внутреннюю часть, чтобы красочки более мягко переходили друг в друга. И начинаем с оттенков. Кисть возьмите помельче, чтобы аккуратненько делать контуры. И так как стекло бликует, полностью закрашивать его не обязательно, оставляя небольшие просветы. Старайтесь ободок ровненько подчеркивать и даем высохнуть. Пока окружение сохнет, мы не можем трогать все предметы, которые соприкасаются, иначе сильно начнет растекаться краской. Поэтому давайте порисуем пока корицу внутри. Корица имеет у нас такие красно-коричневые оттенки. Этот цвет можно брать готовым. У многих она должна быть в коробочке. А у меня называется железно-окисная. Она похожа есть в виде сиена, жженой, в индийской красной, в английской красной. Здесь все цвета между собой очень схожи. Можно ее брать за основу. Если ее нет, то намешайте ее сами путем смешения коричневого цвета и красного-оранжевого. Коричневый лучше сразу брать потеплее. К примеру, умброженая, марс коричневый. Такие цвета более шоколадные, молочные. И в них добавляете вот это красно-оранжевые цвета. Тепленькие такие оттенки красных. Вмешаете, найдите пропорцию, чтобы был такой кирпичный оттенок у вас. Цвет ее тоже слегка намочить. Кисточку берите по удобству, чтобы комфортно было внутри работать. Мне нравится больше тоненькой в данной ситуации. И смотрите. Цвет я описала пока один. Но мы же не будем одной краской делать всю корицу. Там должны переливаться оттенки. Поэтому те цвета, которые вы используете в фоне, такие как охра, сиена. И можно даже каплю оранжевый, любой оранжевый, для того, чтобы передать золотистость. Первый цвет такой кирпичный, который я описала. У меня он называется железно-окисная. Такой красно-коричневый оттенок. Он будет базовым. Я им закладываю не очень темную изначально форму. И сразу, чтобы были переливы, добавляю чуть-чуть оранжевых цветов. Видите, он слегка объединяется и начинает так переливаться. Внутреннюю часть я пока не вырисовываю. Просто целиком покрываю. Аккуратно делаю форму. Верхушечку чуть-чуть красочку с нее так стаскиваю, чтобы она посветлее стала. Сухой кисточкой промываю. Отжимаю кисть об тряпочку и подсушенную кисточкой убираю верхнюю часть, чтобы у меня свет образовался там. А в нижнюю часть наоборот набираю краски побольше и чуть-чуть по краюшку затемняю. И оставляю это сохнуть. Еще, смотрите, такой нюанс. Если вы все, что я показала вам, прокрыли и у вас до сих пор еще где-то мокрый фон, то можно воспользоваться феном для волос, либо просто подождать, пока высохнет само. Я сейчас буду подсушивать фен. Моя картина высохла. Теперь я могу приступать к отдельно каждому предмету, порисовывая его потихоньку. Начну я с центрального объекта. Кисть для этого сейчас будет нужна в небольшие. Подготовьте себе средненькую и тоненькую для заливок и прорисовок деталей. Если вода вдруг очень грязная, то можете ее поменять. И мы переходим к наполнению жидкости внутри бокала. Давайте логически подумаем. Жидкость имеет цвет. Нет, у нас это будет такой, знаете, оттенок чая, черного чая, золотистый цвет. Нужно это передать внутри бокала. Так, чтобы у нас еще вот эта часть была более освещенная, а вот эта часть более наполненная. При всем при том, оно в стекле. Стекло всегда бликует. Есть цветы, белые пятнышки, кто не знает, что такое блик. От света, когда из точек света попадает, получается белое пятно блик. У нас блик основной здесь, здесь. Так как сквозь проходит так свет на ободке. Но для того, чтобы показать, что стекло толщинку имеет, будут небольшие такие блики а-ля рефлексы по краям. Поэтому ближе к корице все будет затемняться. Маленькие вот эти уголочки, видите, где у нас стекло осталось, напиток проходит вот. А уголочки остались. Уголочки должны быть светленькими. Мы их пока не трогаем. Только жидкость ровненько вырисовываем. А вот это стекло, оно хоть и как дальнее, без наполнения. Но так как у нас вид сверху, оно попадает у нас на чай. Поэтому оно имеет тоже свой оттенок с небольшими рефлексами. Сейчас посмотрите выполнение. Цвета, которым будем использовать все те, которые мы уже использовали до. Новых мы пока не вводим. У нас также будет наш красно-коричневый, наша сиена. Вот эти вот золотистые цвета, больше с красненькой, с оранжевинкой. Охрочка наша будет с вами за самое светлое пятно отвечать. В затемнениях мы будем использовать темно-коричневые. Можно для этого брать либо умбручку, жженую, либо умбру натуральную, сепию. В общем, какие-то такие более темно-коричневые оттенки, которые у вас есть. И чтобы передать пару золотых бликов, всего лишь один новый цвет ведется. Это желтенький. Возьмите теплый кадмии желтый, такой солнечный оттенок. Так вот у нас с вами коричневые нотки. Красно-коричневый, золотистые цвета, более плотные коричневые цвета. И два верхних светлых цвета. Это охра и желтенький. Напиток по оттенку, чем-то, например, по цвету корицу. Но чтобы корица всем не потерялась, она где-то будет выделяться за счет напитка более на темном фоне, а где-то более на светлом, чтобы она слегка просвечивала внутри. По цвету они схожи. Я начну с верхней части, вот этот эллипс, прорисовывать. Поэтому немножечко его намочу. Ободок обхожу. За границы овала стараюсь не заходить. И начну с самых светлых оттенков. Это желтенький и охра. Первый цвет был желтый. Теперь я набираю охру. Прохожусь с охрочкой. И дополняю все это более темными такими цветами, коричными. Не коричневыми, а коричными. Цвет корицы. Возвращаясь к нижней части, теперь ободок здесь прорисовываю. Подчеркиваем его. Здесь я корицу выделю. Затемню наоборот вокруг нее. Наверху можно чуть даже коричневого добавить. Более темного цвета. А в то же мы увидим, наоборот, более золотистыми цветами. И сейчас маленький нюанс. Смотрите, я здесь в уголочек покрыла полностью. Показываю, что стекло едино. И только чуть-чуть наверху сделаю слегка потемнее. У меня будет первый небольшой рефлекс в этом месте. Здесь я тоже чуть-чуть приподнимусь таким светло-светло-золотистым цветом. Вот верхняя часть прописана. Можно немножечко обобщение сделать. Теперь перехожу к нижней. Также ее нужно намочить немного. Отступив небольшое расстояние с левой стороны, я контур, наоборот, делаю потемнее. Чтобы с корицей не сливалась, можно дополнительно еще потемнее цвет вести. А вниз, наоборот, более золотыми оттенками опускаюсь. Ухристами, сиенами. Для бликов вспоминаем про наш желтый. Чуть-чуть золотистости добавляем по краю. И сейчас такой сложный нюанс. Внимательно посмотрите. Я начинаю использовать красно-коричневые, коричневые цвета, чтобы показать плотность стеклоуплотнения бликов. Чуть-чуть в каких-то местах, наоборот, делаю затемнение. Плотность напитка, подчеркиваю. Где-то, наоборот, оставляю такие блики рефлекса. Оставляя сохнуть, потихонечку начинаю двигаться в другую сторону. Начинаю с отрывания также вот здесь цветом. Беру потемнее, поплотнее оттенки. Отступив маленькую полосочку белую, примерно в миллиметр. До конца в правую сторону не веду. Сначала чуть-чуть размываю чистой водой вниз. Потом беру второй цвет охры или сиена. Продолжаю им. И чуть-чуть дополняю в край с желтеньким. Помним блик. Блик сейчас аккуратно обходим. И дальше прописываем стекло. Чтобы корица была у нас, по ощущению, внутри она плавала в жидкости, поэтому вот это темное пятно, которое я здесь завела, оно будет продлеваться в правую сторону, прямо через коричку. Мы ее слегка списываем. И возле блика тоже чуть-чуть затемняем. Край до конца не идем. Теперь смотрите, я набираю такой серый-коричневый цвет. Для этого я советую в коричневый наш добавить немножечко любого синего, чтобы появился такой сероватый-зеленоватый оттенок. За счет смешения таких цветов друг с другом всегда получается такой сложный подтон. И нужно показать толщу стекла. Она же не просто белая по контуру. Смотрите, с правой стороны я весь ободок начинаю затемнять. Стараюсь ровненько его вести. Вот этот поворот. Потом смываю цвет. Помню, у меня вот здесь блик идет. Его не перекрываем, а перед бликом просто чуть-чуть размываем краску. Перед бликом чуть-чуть размываем, чтобы плавно переход был в свет. Можно даже капельку туда синенького добавить в переход. И также размываем чуть-чуть в обратную сторону. Такой лайфхак. Если вам не с руки неудобно так вот выворачиваться, вы можете развернуть свой листок. И делать так, чтобы комфортно вам было. Не обязательно держать его прямо. Притемнили. Аккуратненько не всю, а где-то чуть-чуть побледнее разводим серенький цвет. И слегка нужно ее защерить с другой стороны. Опять-таки помним, здесь блик. Поэтому не до конца. Размываем границы в одну сторону. И чуть-чуть вот тут. Когда ободок слегка подсохнет, наберите опять такой темный цвет. И кое-где задайте контуры. Теперь смотрите. Если вдруг у вас блики слегка затекли, не получился оставить белым, то поменял воду и взяв любую синтетическую кисть пожестче, именно такую жесткую, более упругую синтетическую кисточку, промыв ее хорошо в воде, некоторые блики можно протерев, вернуть обратно, высветлить красочку. Показываю на своей работе. Вот, например, толщинку стекла, видите, я промываю. Главное, когда вы протерли, сняли лишнюю краску, сразу промойте кисть, чтобы грязь в обратную сторону не вернуть. Подсушите ее обтряпочку и повторяйте эту процедуру до тех пор, пока вы не протрете до нужного состояния. Но не любая бумага работает в технике вытирания, как бы оттирания красочки. Некоторая сразу может скататься катушками. Поэтому я советую где-то отдельно на кусочки или на уголочке попробовать. Если у вас бумага унитазно скатывается катушками, то вам эта техника не подходит. Если вы рисуете, как я, на более хлопковой бумаге, то она выдерживает любые оттирки. Поэтому смело можно практически добело отмыть цвет. Я сейчас отмывкой возвращаю все блики, которых мне не хватает. Делаю даже больше, чем было изначально. Если у вас не позволяет лист бумаги, то вы можете взять белило, к примеру, куашку, развести с водичкой и жидкими белилами повторить то же самое. При написании стекла я вообще люблю немножечко потом оттирать краску. Всегда получается вот эта вот дымка, которая передает стеклышко. Моя личная фишка, можно так сказать, именно сатиркой рисовать. Вот так вот все блики вернули. Даем высохнуть этому нюансу. Мы сейчас перейдем к ножке. Она также будет вся у нас из бликов состоять, но поменяются цвета. Цвет у ножки будет такой, как фон вокруг. Вот у меня это охра, сепия, коричневые, золотистые цвета. И небольшие рефлексы будут от чая. Но в целом она будет вот такая вот серовато-золотистая. Смотрите, какие цвета у вас, Паль? Может, у вас здесь есть зелененький? Вы можете его тоже тогда плечком положить на ножку. Для этого ее нужно полностью намочить. Кисть лучше брать поменьше, чтобы сильно не расползалась краска. Набирайте свои цвета. Я начну именно с серого сейчас, чтобы подчеркнуть все затемнения. Беру наш коричневый, который использовала в фоне. И подчеркиваю блик. Ножку сразу отрываю. Чуть-чуть дополняю охрой. И красно-коричневый оттенок рефлексика. Даю ей подсохнуть. Двинусь наверх. Подчеркиваю там зону крепления немножко. Потом пониже. Возле ручки сразу ее отрываем. Серенький занесли. Теперь охрочка. И ближе к центру у меня будут блик. Сейчас она сильно мокрая. Тяжело будет все мелочи порисовывать. Поэтому можно подождать, когда она подсохнет. Либо подсушить ее феном. Смотрите. Цвета серенький. Охрочка просвечивается. Красно-коричневый чай. Но есть предмет, который мы еще не закрасили. Но он даст рефлекс, так как он лежит рядышком. Это кусочек апельсина. Он оранжевого цвета. Наберите оранжевый на кисточку. И вот здесь на ножке немножечко добавьте рефлексик от апельсинки. И то же самое с другой стороны. Небольшой рефлексик. Теперь сушим. Она у нас подсохла. Мы теперь можем набрать контрастов. Добавляем наш коричневый цвет. Чуть-чуть подчеркиваем ножку внутри, чтобы она завернулась. Если потеряли карандашик, то уже на ощущениях рисуйте. И чтобы так полоска не засыхала, я смываю цвет и чуть-чуть внутрь границу размываю кончиком кисточки. Чтобы мягко вписывалось. Контраст подчеркиваю, отступив небольшое расстояние на самой ножке. Также промыв кисть, плавно списываю вниз. И чтобы не летал в воздухе, нужно привязать к поверхности наш бокал. Поэтому под толщинкой нужно чуть-чуть подчеркнуть тенью. Ручка практически вся засвечена. Она на сторону света попадает. Поэтому там небольшие рефлексики. Серенькие. Чуть-чуть их добавьте. Где-то она в зоне крепления. Капельку по центру. И на повороте. И так как в окружении есть предметы, вот эти коричневые и золотистые цвета, чуть-чуть добавьте так же. Я добавлю немножечко желтенького бликами. И красно-коричневого. И даем ей подсохнуть. Когда она высохнет, если блики опять у вас потекли, немножечко не вписываются или их не хватает, то метод либо жидкое белило используем, либо, как я, метод оттирочки. И толщу стекла на ножки тоже нужно подправить, чуть подчеркнуть кое-где. Скажу вам белилами тоже, на всякий случай. Я набираю на кисточку чуть-чуть белой красочки. Разбавляю на палитре с водичкой, чтобы она была мягенькой, такой полужиденькой. И какие-то акцентики просто ввожу поверх. Там, где мне нужны блики. Если бликов не будет, то не будет и стекла, так как это ее отличительная черта. У вас сразу предмет станет плотным, непрозрачным, неглянцевым. Там блики очень важно прям прорисовывать и не скупиться на их количество. Главное не запутаться, откуда бьет свет. Они-то раскидываются во многих местах, но источник света, основной, должен проскальзать именно в нужном месте. Как бы вот у нас в данной ситуации свет справа светит. Самые яркие блики должны быть в правой стороне. Вот теперь мы можем переходить ко всем предметам. У нас уже бликует полностью наш бокальчик. Промывайте от белила очень хорошо кисточку, чтобы она цвета потом матовыми не делала. Говорит же, должна быть полупрозрачной, поэтому кисть хорошо промойте. Давайте допишем сначала корицу. Можно набрать наш темно-коричневый цвет. И сделать внутри у нее углубление. И кое-где теневые участки усилить. Пускай она сохнет. Перейдем к яблочку. Яблоко у нас будет красное с желтоватыми вставками. Цвет красный выбираем какой-то потеплее. К примеру, кадмий красный, алую можно взять. Такой более теплый красный по цвету. В холодные оттенки не уходим. В затемнение мы будем использовать более темный оттенок из красных. Это краплак. Такой более вишневый цвет. У нас получается уже два красных. Такой тепленький за базовый цвет. Краплак за затемнение. И кое-где мы вставим желтенький, как пятнышко на бочок. Для этого нам нужно сначала полностью яблоко намочить, чтобы все цвета плавно перетекали друг в друга. Определить, что тоже на него падает цвет. Поэтому где-то вот в этом месте у вас должен быть блик. Туда краска должна быть практически не допущена. Поэтому можно даже чуть-чуть его промакнуть тряпочкой. И набираем цвет. Сначала обычный красный. Я для этого беру кадмий. И аккуратненько по контуру, обходя блик, ввожу кадмий красный. Теперь я беру желтенький. Добавляю желтый цвет. Красный, если у вас слишком светло лег, можете его усилить. Положить поярче. Потом мы переходим к рапулачку. Набираем его на кисть. И затемняем правый бок яблока. Старайтесь краску накладывать по форме. Не прямыми линиями, а круглыми. Лишь акроплак не затемняет у вас сильно, то можете добавить туда каплю черный или фиолетовый, чтобы бок яблока все-таки имел тоновую растяжку. И даем ему подсохнуть. Пока у нас сохнет яблочко, мы будем делать с вами апельсинки. Наконец-то перейдем к ним. Поним, они у нас слегка подсушены, поэтому ярко-оранжевыми они не будут внутри и снаружи. А вот такие оранжеватые-коричневатые присутствуют охристые оттеночки внутри. Из оранжевых я советую брать посветлее, если у вас есть золотистые. Если ее нет, то классический оранжевый. Чуть-чуть разбавляйте с водой, чтобы он был побледнее, и добавьте в него каплю желтого. Потому что если желтое смешать с темно-оранжевым, у вас получается приближенный цвет к золотистой краске. Создайте такой нежный золотистый цвет сами, либо чистым, либо намешайте путем оранжевого-желтого. Вот эти белые вставочки, помню, у нас толщинка кожурка. Белая вставка должна остаться белой, и внутри мякоть. Мы начнем с кожурки. Я беру оранжевый цвет, в него добавляю чуть-чуть сиены. И аккуратненько затемняю кожурки. Где-то более коричневатые они у меня, где-то более оранжеватые. Эта кожурка будет самый темный, вторая будет посветлее. Чтобы на них был объем, тоже, смотрите, немножечко нужно в края затемнять красочку. И переходим к мякоти. Я буду делать по несколько кусочков. Кстати, залила оранжеватым цветом, таким золотистым. И чуть-чуть сиеной, делаю небольшие такие вот точечки, чтобы было затемнение. И так с каждой внутри. И повторите то же самое со всеми дольками. Правую я немножечко хочу затемнить, увести ее. Ой, нет, не хочу. Когда дольки немножко подсохнут, их можно ставить либо такими свеженькими, как они сейчас получаются. Либо набрав аккуратненько коричневатый оттенок на кисочку, кое-где показать углубление, чтобы было ощущение, что они подсушены. И другой нюанс, смотрите, кожурки не могут быть светленькие, не везде белые, они все-таки падает кое-где тень. Поэтому разведите бледно охру. Какие-то дальние части охрочкой пригасите, только чтобы сперед выходили. И добавьте веточку нашему яблоку. Проверьте, что у вас есть все тени, предметы не висят в воздухе. И я бы поставила на яблочки белые точечки, чтобы передать сорт. Если где-то там прожилочки потерялись на апельсине, можете их вернуть. Когда у вас полностью работа высохла, в конце самое мое любимое это отрывать. Как-то делал полностью фон, у вас будет красивая белая рамочка по контуру, сразу такое паспарту появляется. Вот она готова наша работа, ее остается только подписать аккуратненько. Ну все, на этом наш урок по написанию стекла заканчивается. В итоге получите такой вкусный согревающий напиток, который будет радовать вас этой осенью. Пока и до новых встреч!